В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ Валерий Гонтарь Валерий Гонтарь Валерий стал бронзовым призером юниорского первенства России в гонке на 10 километров и зимней универсиады в Словакии. С 1 июня 2016 года выступает за Самарский центр спортивной подготовки. На зимней универсиаде в Алма-Ате в 2017 году завоевал 4 медали – 2 золотые и 2 серебряные. Гонтарь стал победителем в личной гонке на 10 километров и в мужской эстафете. Серебряный медалист в гонке на 30 километров и в гонке преследования на 10 километров. Сейчас учится в магистратуре Пензенского госуниверситета имени Белинского по специальности физическая культура. Для Самары ты человек новый. Как тебе лыжная трасса на Чайке? Лыжная трасса отлично. Хорошо укатанная. Особенно сегодня. Ты первый раз вообще? Это дебют у тебя на Самарской лыжной? Нет, это не дебют. Мы приезжали с тренером и в том году, но первый раз, когда выступит здесь соревнование. Это для меня. И где-то уже раз в третий я приезжаю. До этого я приезжал здесь, пройден мини-сбор. Ну вот о тебе Самара узнала после того, как ты блестяще выступил на зимней универсиаде в Алма-Ате, которая буквально завершилась на днях. Вот я смотрю, ты прям, судя по всему, прям оттуда, на лыжах и до Самары сразу. Да, практически так. Заехал в родную Розаевку и потом сюда? Ну да, сразу же домой на пару дней. Валер, ну не все знают, каким ветром тебя занесло вообще в Самару. Все знают, что ты лыжник-то из Мордовии и вдруг очутился каким-то образом в Самаре. И приехал сразу в таком богатом урожаем наград, медалей и за луноты. Расскажи, откуда ты взялся-то? Хотел бы сделать небольшую поправку. Бывший спортсмен Мордовии, поэтому сейчас я хочу сделать многое для Самары. И уже стараюсь, начиная с данных соревнований. То есть универсиад выступал уже под самарским знаменем? Ну я там предоставлял и здесь в Самару, и в то же время тот университет, в котором учусь. Но разделение я не делал, потому что и Самара для меня делает, и университет. Как бы вот две вот эти вот структуры, которые, ну как бы работают. Кто предложил тебе вообще? С чего вдруг ты поменял адрес, место жительства-то? Ну так получилось, что когда мой тренер общался с Александром Ивановичем, ну они всегда, вот люди хорошо общаются, особенно тренера. Ты имеешь в виду Александра Ивановича Елесенкова, главного третьего сбора в Самарской области? Да, 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 Александр Иванович. И кто, он предложил тебе переехать? Это как бы разговор был, там просто когда уже было такое положение не особо хорошее. И они предложили оплатить как бы сбор. Но из-за того, что мы не знали, как в дальнейшем сможем ли перейти в Самару или нет, какие оптимальные варианты будут, вот, ничего хорошего мы от других команд не услышали, в которые, ну, хотели перейти. И вот более такой достойный и адекватное предложение поступило вот в Самарской области. Вот Александр Иванович поддержали остальные руководители. И вот я здесь. То есть я, если правильно понимаю, для того, чтобы расти дальше, условно говоря, стать олимпийским чемпионом, тебе нужны более современные условия подготовки. Ну, конечно. И вот здесь вот на лыжной базе Чайки, вот у нас в Самаре, вот эти условия тебе обещали создать. Ну, никто как бы по большому счету не обещал, и никто ничего не должен. Но так как я перешел, я надеюсь, что люди сделают максимум того, что... А я в свою очередь как бы максимум со своей стороны покажу. Потому что сейчас, в наше время, все зависит от финансов, от того, как дадут на сборы, лыжи и все остальное, чтобы вот в совокупности это все сложилось, тогда будет и результат. В Мордовии постоянно ты на каком-то головном пайке находился, я имею в виду. И с винтарем, и с поездками на соревнованиях. Здесь условия побогаче, прямо скажем. Ну, да, я пришел, как бы они... Ну, не сразу все, сразу Москва тоже не сразу строилась. Так же и здесь все как бы по очередности все идет, и я думаю, что в дальнейшем еще будет лучше. Ну, у тебя, знаешь, вот блистательный получился дебют для Самары. Самара просто в восторге. Как спортсмен Центра спортивной подготовки Самарской области вдруг блестяще проявил себя на универсиаде в Алма-Ате, заявав четыре медали. Это такого достижения еще в истории лыжного спорта Самара еще не было. И вот ты буквально ворвался вот в когорту сильнейших лыжников страны, можно вот так уже сказать. Ты медали где хранишь? Сейчас я их принес медали. Покажи, покажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что из себя представляет золотая медаль универсиады. Они действительно золотые? Ну, как сказали те люди, которые занимались ими, вот, которые нас награждали, действительно медали, ну, как бы в золоте, вот, их готовил специально монетный двор. Вот, медали золотые. Слушай, ну, очень красивые, конечно, медали, очень красивые. Вот я смотрю, просто, ребята, это чудо, какие медали, тяжелые. По весу, наверное, с полкилограмма, это точно, наверное, вот, весят каждая медаль. Ты говоришь, были проблемы на таможне? Были проблемы на таможне, когда нас постоянно останавливали и спрашивали, что у вас такое, почему столько металла? Вот, мы сказали то, что это медали. Ну, и перевес, конечно, был. Уехали туда, ну, вся команда уехала туда без медалей, а возвращались уже с большой копилкой медалей. Ну, вот говорят, своя ношу не тянет, да? Давай, пожалуйста, одень, и будешь выглядеть примерно как на пьедестале в Алма-Ате, как видели тебя болельщики со всего мира. Так, очень красивый такой, такая красивая коллекция. Вот, ты скажи, ты второй раз уже на универсиаде? Да, для меня это вторая универсиада. Первая универсиада для меня была в Словакии, в Штрепске-Плесце. Это два года назад. Это два года назад, да, 15-й год. Вот, но там, как бы, ребята были повзрослее, вот. И поэтому на нас особо надежд не было, вот, и поэтому дали всего пробежать две гонки, вот. А остальные, как бы, гонки не поставили, так скажем. Вот, и вот первой, первой возможности я только смог завоевать бронзу. Ну, вот теперь у тебя полный конфликт студенческих игр. Ну, да. Скажи, по ощущениям, вот как ты себя чувствовал в Алма-Ате? Ну, после первой гонки я вообще не до конца понимал, хотя я был, ну, уже знал заранее, что первая медаль, это будет моя. Я к ней шел, я готовился, вот. Провел определенную работу с тренером, вот. Те люди, которых, вот, я попросил, как бы, здесь они помогли. Шумилов Николай Владимировичу не отказал. Александр Иванович и школу высшего спортивного мастерства, вот, пошли, как бы, на уступки в некоторых местах. Но самое главное, тренеры сборной доверили тебе место. Все-таки четыре гонки, это надо заслужить еще, чтобы участвовать. Ну, с первой гонки я оправдал. И, кстати, в каждой гонке ты у тебя, как раз, по медали, да? Ну, да. То есть, на холостую. Ну, да. Ты отработал на все 200%. Ну, да, там полный максимум, ну, изначально задачу ставили, ну, показать полный максимум на все, что мы готовы. Вот, я постарался выжать вся этот максимум. У тебя классика и коньковый ход, это примерно равноценная подготовка? Ну, я скажу, да, но большинство меня считает классистом. Но так-то мне нравится и то, и другое. Если, вот, сравнивать. Это только спринтерские дистанции, вот, и то, и другое не особо идут. А в дистанционной все складывается хорошо. Ну, я так понимаю, что теперь-то какие-то следующие планы более высокие? Ну, как таковых планов я никогда, ну, вот сейчас, в последнее время, я стал их, как бы, ничего не планировать. Все должно происходить само собой. И каждому старту определенному нужно готовиться, а не ставить высокие задачи, которые, ну, просто недостижимы. Или поставишь, потом разочаровываться. Ну, это, это лично не по мне. Я стараюсь, вот, у меня дали задачу, и я ее решаю сразу же в процессе, а не загадываю, там, какие-то загадки, которые нерешаемые. Потому что организм тоже, как бы, нежелезный и дает периодически сбои. Ну, у меня пока, слава богу, ничего нет с этим проблем, но все равно. Ну, все-таки так где-то, вот так, где-то сзади ты все-таки такой держишь мысль, все-таки попасть на Олимпиаду 2018 года. Конечно, конечно, я не всегда стараюсь там что-то озвучить, но те мысли в голове, они порой не дают мне покоя. Вот, и желание, та жажда, да, она присутствует. Это у любого спортсмена, у любого человека какая-то цель есть в голове. Он не всегда, возможно, там скажет, он лучше ее сделает, а потом уже скажет, вот она у меня была, и вот я ее воплотил в реальность. Вот, и все. Ну, это вообще по натуре максималист? Я реалист больше. Я люблю реальность, когда, ну, больше делаешь, меньше говоришь. Вот, можно не сказать там, вот, я только сказал в том, что вот я отберусь, то, что я завоеваю первую медаль, ну, потому что я знал, я готовился. Многие посчитают меня, возможно, как бы сказать, самоуверенным, вот. Вот, но я не самоуверен, я просто реально смотрю на многие вещи, вот, и смотрю, и отталкиваюсь, вернее, от того, что вот окружает, какие-то там моменты захватываю. Если да, то готов, если нет, то нет. Ну, вот сейчас к чему идет, к каким соревнованиям идет подготовка? Ну, вот сейчас вот здесь, как бы, у нас такой тоже сбор, вот, готовимся к финалу Кубка России, который будет проходить в городе Сыктывкаре, республика Коми. Потом, следом, надо тоже сделать пледотворную подготовку, возможно, подняться в горы, потому что будет чемпионат России, который будет проходить в Антон-Мансийске. Вот, там тоже надо будет очень удачно выступить. От этого старта и от следующего зависит, ну, возможно, мое попадание в сборную команды России. В национальную сборную? В национальную сборную, да. Скажи, пожалуйста, вот, ты знаешь, за свою журналистскую практику я, честно говоря, первый раз вот вижу человека, воспитанника детдома, который добился вот высокой цели в жизни и состоялся как прекрасный спортсмен. Знаю, что рано родители у тебя умерли. Вот, твоя судьба, это пример для тех вот, кто хочет чего-то добиться в этой жизни? Ну, я не скажу, что я являюсь примером, возможно, кто-то есть лучше у меня, просто они оказались где-то незамеченными. У меня вот такая судьба, что вот так вот. Направляли тебя вот на путь истинной, что называется, люди, которым, я думаю, что ты должен быть благодарен. Это, наверное, и первая учительница, которая там тебя поставила на лыжи. Это первый тренер. Да, и первый тренер. Ну, и все, нет, каждый человек, ну, как бы, вложил, всех все равно не пересчитаешь. Каждый, как бы, вставил свою частицу, вот, себя, где-то помог, где-то подсказал, как бы, и вот, все это сложилось единое. А это правда, что это такое ярчистый у тебя характер? И ты сразу, как бы, вот, когда начал заниматься лыжами спортом, ты потом бросил? Ну, там я бросил. И что, собственно, побудило тебе вернуться в лыжи? Просто там был такой момент, как бы, характер, да, он не идеален, возможно, местами, вот, но ушел и вернулся. Почему ушел? Потому что ничего не сложилось, я хотел, меня никуда не брали, вот, именно вот из-за этого обстоятельства, то, что, вот, нету родителей, воспитался в детском доме, никуда не брали, была в то время очень высокая ответственность, вот, и подроспись надо брать, еще как-то. А кто-то был советчиком? Вот, советчиком, ну, в то время, там, сложно кому-то. Или ты сам, только сам? Нет, я, нет, я обращался к директору своей школы, вот, просил, чтобы, как бы, он узнал, там, вот, попросил, сделал, почему не берут, почему, вот, отбираюсь. И, как бы, ну, не все так просто было, и он не мог решить, как бы, другая сфера, другое это, и предвзято относились, то, что, ну, как, да, вот, там, вьены и все остальное, вот, они брали, вот. Ну, потом, потом уже по-другому смотрели. А как вот твои братья и сестры, собственно, смотрели на то, что ты, вот, занялся серьезно, профессионально? Ну, я на данный момент ни с кем не общаюсь, вот, так сложилась судьба, что мы стали чужими друг для друга, вот, и наши пути разошлись. У каждого свои приоритеты и потребности, у меня вот такие, у них, возможно, какие-то другие. На них я не надеюсь, как бы, да и ни на кого, потому что жизнь такая штука, вот, не хочется постоянно разочаровываться, вот, и поэтому лучше не надеяться, ни от кого ничего не ждать. А это правда, что, вот, желание попасть на Северный полюс вернуло тебя опять на лыжную стезю, вот, на лыжню? Ну, это там так сложно тоже, как бы, желание попасть. Я, как бы, хотел, я несколько раз отбирался, разу-два, вот, и два раза не попал. Такая пацанская мечта? Ну, да, почему бы и нет, как бы, не всегда дается, там, возможность, шанс побывать на Северном полюсе, тем более в таких условиях, как бы, ну, необычно. Вот, познакомиться также с ребятами. А что это, что это, вот, за идея была, вот, попасть на Северный полюс? Ну, это проект, это был проект Дмитрия и Матвея Шпарой, это, ну, вот, как бы, сын и отец, они создали, вот, как бы, лагерь, создали эту систему, вот, и по которой они работали. И они отбирали ребят, вот, первый раз не попал по возрасту, второй раз не попал уже потому, что, ну, у нас вот девочка ездила с Мордовии, вот, поэтому, ну, я не попал. А как ты попал вот к нынешнему тренеру? К Василию Ивановичу я попал тоже, вот, он взял меня как раз, когда тоже директор там позвонил в ШВСМ в наш, договорился, то, что вот возьмите там, попробуйте, вот, все под расписку, все, меня отпустили, вот, и мы поехали первый раз. А сначала у нас был сбор в Саранске, потом поехали, ну, были контрольные, я контрольные все выиграл, у ребят, у своих, ну, товарищей, вот, и соперников, вот, потом поехали в Заинск, да, в Заинске я стал восьмым, вот, лучшие наших, там, ребята были за пяти, за пятьдесят, а я был, вот, восьмым, поэтому. И с этого началась, да, и с этого началась, как бы, вот. Блестящая карьера. Да, ну, не то, что блестящая, она, как бы, вынялась в гору, и все, постепенно, ежегодно у меня был результат моей копилки. Скажи, пожалуйста, вот, как можно прожить на три тысячи рублей, занимаясь профессионально лыжными гонками? Вот, сначала у тебя была стипендия, скажем так, в Саранске тридцать тысяч, потом она стала три тысячи, как, как вообще можно жить на такие деньги, на три тысячи рублей? Вот так вот спасали сборы, то, что пришлось продать машину, у меня была машина, в свое время приобрел, продал, и вот на это и существовал, не жил, а именно существовал, потому что... И это стало последней каплей, вот то, что ты переехал в Самару? Стало последней каплей то, что я, считай, жертвовал всем, потому что я очень люблю лыжные гонки, я готов, как говорится, отдаваться этой работе полностью. Вот, и поэтому я не хотел просто так уходить, потому что я считаю, что я достаточно сделал, достаточно проработал, да, и просто так уходить, просто взять и уйти из лыжных гонок, я просто не мог, и все. Поэтому я продал машину, продал некоторые вещи, которые, как бы, ценные, вот, и решил ездить там на сборы, так же вот за счет Василия Ивановича. Местами где-то там что-то оплатить, вот, как бы, вот так вот и надоело просто, натерпелся и решил уйти в другой регион. Вот Самара приняла, приняла достойно, хорошо, вот, и они оправдывают это, вот, и я оправдую то, что они взяли меня, не пожалели. И теперь ты решил стать волжанином, жить на берегу Волги? Да, я, как бы, мне Самара понравилась, я говорю, вот, провел, считай, все лето здесь, все три месяца приезжал на сборы. Искупался в Львове, да, искупался в Волге, плавал на байдарке, была тренировка даже, ну, и не одна. Вот с Игорем Усачевым покоряли Волгу на байдарке, ну, и там с Григорием, с товарищем. То есть ты всех наших самарских лыжников знаешь, ведущих? Ну, конечно, Игоря, Радика, еще есть ребята у вас талантливые, которые, да, Ирина Бережна, с этими ребятами общаюсь. Как тебя встретили здесь, вот, лыжные сообщества у нас? Лыжные, ну, они сначала удивились, как бы, вроде, в Самару, почему Самара там, ну, потому что было такое, что вот, многие, там, девчонки ушли отсюда. Ну, а я вот пришел, поэтому каждый, каждый, ну, ищет свое место, возможно, может быть, я здесь найду свое место. Как так получилось, что самый перспективный лыжник Мордовии оказался в Самаре вместе с тренером? В последние годы очень финансированным сложно Мордовия стала. Ну, так как на таком уровне, как Валера Гантария, надо денежки, чтобы готовиться хорошо. И как-то мы встретились, я, это он не первый уже, лыжник в Самаре, у меня до этого человек 4-5 выступали. Поговорили с тренерами, они здесь руководством поговорили. Недалеко, вроде, находимся, и как-то здесь и губернатор наш Николай Иванович возглавляет, как-то он там очень много для спортивного Мордовии сделал. Ну, вот так, и теперь здесь. Ну, и как вам условия? Ну, нормальный, работать можно, ну, маленький слабоватый рельеф, чтобы вот бегать на европейских или там на российских стартах. Надо помощнее, посложнее трасса, чтобы была. А так нормально, во-первых, мы здесь не так же часто находимся, все-таки готовимся все равно в тех местах, где все готовятся. За месяц, за первый раз после вот этих соревнований находимся. Посмотрим, как все дальше, вроде все нормально пока. Прошла универсиада в Алма-Ате. Вы ожидали, что Валерий вот так вот выступит? Надеялись на это. Ну, проблема была в чем, что мы перед Алма-Ате находились на сборах в Ижевске. Ну, это так же женизмось, как обычно. А соревнования в Алма-Ате проходили на Среднегоре. Тысяча пятьсот, тысяча шестьсот высота. И очень сложно было вот на это подготовиться. Там надо акклиматизацию пройти. Ну, наверное, вот удачно ему, потому что остальные там, с кем он соревновался и с кем отбирался, они очень слабо выступили, ребята. Это у него вот, сказалось, подготовка? Подготовка, наверное. Или что-то у него есть такое вот, он умеет настраиваться? Ну, в этом плане он боец. Здесь уже ничего не скажешь, он может очень выкладываться на соревнованиях. Ну, вот если организм не готов, хоть ты как выложишься? Он еще мало, свой потенциал? Да нет, нет. Я думаю, это нет. С ним можно еще расти и расти, потому что... Он может прибавлять еще? Да не то, что может, он будет прибавлять. Будет. Просто много факторов разных. Сами знаете, как спортивать. Это спорт. У нас же лыжи еще влияют. Вот мажут вроде всех одинаково. Одни лыжи едут, другие не едут. И вот в этом плане, что очень много здесь таких... А так, я думаю, он еще покажет себя. Просто надо время ждать. Он же очень поздно начал. Даже не то, что он по результатам в команду попал, а просто директор там интерната. Я говорю, ты что не берешь? Ты знаешь такое? Я говорю, ну он не попадает. А было так, не то, что он не попадает, а просто интернатский. Он очень сложно работать. Он же воспитывался в интернате. Их на целое лето отправляет в этот лагерь. А чтобы освободить это, неделями бегать надо, чтобы подписывать эти бумаги. Ну, потом вроде взял вот после 10 класса. И он очень сразу стал прогрессировать. Очень быстро стал прогрессировать. Задача на сезон какая? Ну, задача такая, что надо постараться попасть в национальную команду России. Ну, а там уже видно будет. Олимпийский год следующий. И пора, пора ему, пора в национальную команду. Потому что там все условия. А если не попадет, будем дома опять готовиться. Идти вперед. Сами попробуем еще так как-то. Тем более у него желание еще есть. Здоровье позволяет. Я думаю, еще поработает он. Открыть, пожалуйста, самый главный, свой главный секрет. Как стать чемпионом? Для этого что нужно? Вот говорят, что ты вегетарианец. Не ешь мясо? Это правда? Да, я ем мясо. Но ем курицу, рыбу и индейку. Залог к успеху это большие объемы. Плодотворная работа. Ну, питание в совокупности. Работать мало и кушать немного. Вот к успеху одна дорога. А расскажи, пожалуйста, твой распорядок дня. Вот обычный день? Подъем, допустим, 7-7.30. Зарядка. Завтрак. Небольшой отдых. Потом тренировка. Завтрак, чай. Завтрак, чай, каша. Но каша это самое обязательное. Геркулес. Ну, не только. Любая. Любой из лаковых. Вот. Потом чай. А мной и кашу любишь? Нет. Люблю больше овсяные и греческие. Вот. А это... Ну, это не каша. Это вот, я считаю, как бы обязательно. Но я так понимаю, в детском доме там разносолов не было. Там, поэтому ты и привык. Там просто пища, да? Там не было выбора, как бы такового. То, что дали, то и ешь. Вот. И я как-то не испорчен. Вот. В ГИТе. Как бы я стараюсь. То, что вот дают, то и есть. Позавтракал, пошел на первую тренировку. Пошел на первую тренировку. Отработал первую тренировку. Пробежал километров 50. Появился аппетит. Вот. Появился аппетит. Но тренировка, она длинная. Вот. Поработал. Ну, когда, как бывает, там, 2 часа, 2 с половиной, 3-3 с половиной. Вот, к примеру, да. Я хочу, например, профессионально заняться лыжным спортом. Вот мне расскажи, пожалуйста. Ну, не больше часа погулять. Погулять спокойно не больше часа. Для начинающих лыжников это будет полезно. Вот. А ты сколько пробежишь за первую тренировку? Ну, все зависит от того, какая до была. Если было входной, можно потихоньку разогреться. Как говорится, первый день спокойно. В последующие дни уже. Ну, самый большой, сколько я приезжал, это 100 километров. Вот так? В одну тренировку? Да. Но это было летом на роллерах. На лыжероллерах я проехал 100 километров. За 4 часа 29 минут 39 секунд. Хорошо. Пришел после тренировки обед. После тренировки обед. Что обязательно входит в рацион твой в обед? В обед самое обязательное это суп. Не зря же придумали. Гороховый? Да любой. Главное, чтобы что-то было горячее в желудке. Суп. Потом что-то из мясного. Рыба. Курица. Вот, овощи. А самое любимое твое блюдо какое? Как таково, до любимых нету. Все понемножку может. Нет, я такой едой не пытаюсь, к сожалению. Я их даже не переношу ныне поддерживаю. Ну, потому что это как бы тяжелая пища. Круги устанавливаются так. После обеда ты отдыхаешь? Отдыхаешь. Отдыхаешь. Обязательно отдохнуть. Час, два, три? Ну, это все зависит тоже от тренировочного процесса. От нагрузки. Да, если первая тренировка была плодотворная, очень большая, длинная, то, соответственно, отдых должен тоже соответствовать, ну, не больше, наверное, трех часов, два, три часа, вот. И идешь на вторую тренировку. Вторая тренировка. Сколько она по продолжительности? Ну, вторая тоже, вторая тренировка в основном, это как бы такая... Объем набираешь? Ну, нет, вторая такая, спокойная тренировка, уже как бы восстановительная, вот, чтобы после первой, если первая была тяжелая, потому что все в основном соревнования проходят днем и в обеденный там, а после обеда уже чисто вот... После второй тренировки ты приходишь, ужин? Прихожу, переодеваюсь, моюсь, ужинаю. И отбой? Ну, не сразу отбой, там есть личные небольшие там какие-то дела, что-то почитать, что-то посмотреть, созвониться. Примерно какой объем у тебя в день получается в километраже? Ну, в день бывает не меньше пятидесяти, не меньше шестидесяти. Не меньше? Не меньше. Пятидесяти шестидесяти километров в день? За день, да, за день бывают такие тренировки. То есть ты спокойно, спокойно... Ну, да, организм уже воспринимает, потому что с лета создается база, вот, за счет которой вот потом как раз уже зимой становится легче вот выполнять нагрузки. Вот эта вот вносливость, это у тебя как-то от родителей вот передалась? Как ты это вот чувствуешь? Или это приобретенное? Я не знаю, я не могу сказать, что это приобретенное или врожденное, как бы. Просто вот в детстве был каким-то подвижным, ну, я не замечал, ну, возможно, вам не заметили. Привили как-то ко мне вот именно такие как бы вносливые качества. И первый тренер, и последующий как-то, ну, и вот организм как-то вот привык именно к нагрузке, именно, ну, длительную нагрузку. Скажи, ну, а что кроме лыж-то еще в твоей жизни? Лыж? Ну, я развиваюсь. Машину ты продал. Машины нет. Проел, проел. Да, да, проел. Проел. Что еще? Да в жизни пока ничего. Ну, может быть, жениться собрался, я не знаю. Да жениться пока еще рано, вот. Я еще не состоялся как личность. Ничего такого грандиозного не достиг. На Олимпиаде еще не побывал, медаль не завоевал. Как бы это такая наброска. Я могу сделать наброску, это вот как черновик. Можно написать, выкинуть, порвать. А конкретики ее у меня пока нет. Как тебе вот компания самарских лыжников, с которыми ты вот сейчас будешь тренироваться, насколько сильный состав вот в Самаре лыжников? Ну, как бы мы очень разные. Они в основном спринтера, я дистанционщик, вот в этом у нас как бы разделение идут. А твоя, кстати, любимая дистанция какая? 10 километров классических ходов? Нет, нет. Все, что начинается от 10 и кончает там 70, допустим, вот такие дистанции бега. Вот, ну, тысячу, там, 300-1400 для меня пока почему-то сложновато дается. Над этим нужно работать и не один год. Понятно. И все-таки, что еще кроме лыж у тебя? Кроме лыж пока ничего такого. Только лыжи? Ну, пока нет, 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 саморазвитием занимаюсь, вот занимаюсь сейчас вот в планах выучить английский язык, потому что я думаю, это нужно знать, в дальнейшем поможет. Вот ты почувствовал это на универсиаде, да? Ну, да, я столкнулся с этими, вот, пообщался с ребятами, было там где-то сложности, вот, и через транслейт всю жизнь не будешь общаться. Что бы Валерий Гонтарь пожелал лыжнику, Валерию Гонтарю, вот здесь, на Самарской земле? Везение, я могу себе пожелать только везение. Ну, мы надеемся, все-таки, вот эта лыжня, которая вот здесь, на лыжном стадионе, она счастливая была для многих поколений лыжников самарских. Я думаю, что она станет и удачной, и для тебя. Пусть тебе немножко повезет на этой лыжне, и пусть она приведет тебя в Олимпийский Пчинчан. Спасибо большое. Это был Валерий Гонтарь, а с вами, уважаемые друзья, мы прощаемся до нашей следующей передачи. Пока!